Девочка-пай Девочка-пай Здравствуйте! Рада вас приветствовать на канале Хитрук Елены. Я житель Украины, южная часть, город Первомайск, Николаевская область. Я являюсь заводчиком перепела мясо-яичного направления породы альбинос-техасский, белый фараон американский. Эта порода самая крупная из мясных пород. Оперение белое, есть вкрапления темненькие, как на спинке и как на голове. Если вы желаете более узнать о нашей птице, можете ознакомиться в плейлистах перепела, в плейлистах у Хитручки на кухне. А сегодня мы поговорим про отправку инкуб-яйца почтой по Украине. Як я упаковываю, дабы инкуб-яйцо дошло до покупателя максимально в целом состоянии. Для отправки инкуб-яйца я работаю только с упаковкой транспортной компании «Новая почта». Есть коробы як от двух килограмм, от трех. В коробке на два килограмма у нас буде два лотка яиц, в коробке на три килограмма буде три лотка яиц. В коробке на десять килограмм, а также есть на пять, на пятнадцать и на двадцать, в зависимости от погодных условий, так как можем делать термобокс с пенопласта. Работаем в продаже от одного лотка. Короб на три килограмма, сюда вийде три лотка. Яйцо отобрано именно для инкубации. И я добавляю слегка-слегка мелких вот таких вот опилочек. Я их предварительно просеваю на решети. Оставляем свои реквизиты для нашего заказчика. Если это зима и холодно, упаковываем термобокс. Сейчас можем поставить листы пенопласта, как снизу, как и сверху. Сейчас я сюда буду ставить солому, дабы эти лотки при транспортировке мали вот такую амортизацию. Также и боковые стены хорошо вылаживаем соломой. Опять же ставим солому. Вот делаем как бы гнездочку. И обязательно, чтобы у нас с бокови было тут тоже солома. Лоток яиц. И на третий лоток у нас осталось место, тоже ставим солому. И ставим третий лоток. Ставим третий лоток. И снизу именно на вот такой вот короб на три килограмма входят три лотка. И снизу опять же уплотняем все хорошо соломой. Спросите вы меня и спрашиваете, Лена, почему именно соломой? Почему не стружкой, почему не опилками? Первое, у нас в дефиците стружки, опилки в огромном дефиците, так как я живу в таком регионе, где нема лесопилки. А солома служит вот такому смягчению, хорошей амортизации. Если даже при транспортировке, а это и будет транспортировка почтой, по нашим дорогам Украины. На посылках обязательно ставятся стрелочки, дабы не переворачивались. На посылках обязательно ставятся стаканчики, указание, что это хрупкое. Уплотняем посылку, зашиваем швы скотчем. Дно получается хрест-навхрест. И отправляемся с этой посылочкой на длиление почты. Тут будет специально такая квитанция приклеивается. И для нашего потребителя будет доставка. Ну а вот этот короб на 10 кг мы упакуем так же же само. Дно коробки стягиваем скотчем. И вот есть даже вот такие вот схемы, кому будет затруднительно понять, как вот этот короб упаковать. И повторюсь еще раз. Если бы это были погодные условия с минусовой температурой, значит внизу был бы пенопласт, лист пенопласта, боковая сторона тоже пенопласт и крышка пенопласта. Но хочу добавить вот такой маленький нюанс. Если короб у нас идет больше 10 кг, а это у нас может быть 15 кг, 20 кг, даже если это и лето, упаковываю я совсем по-другому. Даже если это и лето, я на низ ставлю сплошный лист пенопласта, делаю два ряда солома, два ряда в лотках яйца, потом же опять я ставлю лист пенопласта, дабы не делать вес на вот эти лотки, которые есть внизу, делаю вот такую площадку с пенопласта. Вот. И сверху опять же солома, и сверху выложу яйцо. Сверху также я ложу пенопласт. Ну, я так сама себе разработала, дабы я получаю яйца и хотела бы, чтобы они были максимально целые. Если это великий короб пиде, понятно, что больший вес яйца, а это есть вес приличный, он будет давить на нижние лотки, и они будут по-любому яйца, ну, микротрещинами они могут быть, пускай они не раздавлятся, но с микротрещинами. Значит, я повторюсь и еще раз, на низ вот таких коробок больших, как 15 кг, 10 кг, я ложу на низ лист пенопласта, независимо, чи это у нас зима, значит, это у нас лито, литом тоже идут вот такие вот отправки. Лист пенопласта, солома, два лотка, лоток яиц, то есть один ряд яиц, солома, второй ряд яиц, солома, третий у нас иде опять сплошный, лист пенопласта, солома, лотки с яйцами, солома и так далее. Я оставлю внизу в описании в видео, где вы можете это побачить. Также можете ознакомиться в плейлисте на ютуб-каналі Хитручкин двор. Сейчас я вам покажу, как упакую коробку на 10 кг. На дно короба ставится хороший слой соломи для амортизації, чтобы если будет удар, эту коробку гекнуть, гепнуть об землю, чи обследующую коробку, чтобы не было такого сильного струса для этих яиц. Мы понимаем, что люди работают разными, даже очень разными. Возможно, комусь испортила жена настроение, возможно, начальство испортило настроение. И делая мониторинг, я замечаю, что есть такие регионы области, где и где яйцо с большим процентом боя. Я стараюсь не жалить вот этой вот соломы, делать таку максимально, вот как мягкую подушку для вот этих перепелинных яиц. Раньше я так же делала, уплотняла яйцо прям чересчур. Внутри опилками. Получил несколько отзывов от моих заказчиков, которые сказали, Лена, чем больше вот тут вот опилок, они больше давлятся. Вот я делаю небольшое количество, присыпаю опилочками, дабы яйца не сильно тарабанили друг об друга. Но все то, что я делаю по упаковкам и по отправкам, это все моя практика работы. Я желаю своим покупателям, которые приобретают инку пяйцо, чтобы они получили с минимальными потерями. И спасибо, что вы оставляете свои отзывы. И опять сейчас ложим той же самый хороший слой соломки. Раньше при Советском Союзе возили шампанское в бутылках вино и были вот такие вот стружки. Прямо такие, как кучеряшки. Вот такие были стружки. Вот мне напомнило, как транспортировку робили, военторговские базы, да и вообще общепитовские базы, они перевозили вот так вот шампанское. Вот мне напомнило то, как было раньше при Советском Союзе. Дабы додумать, как бы отправить и не было бы потерь для покупателя, потому что каждый рассчитывает получить максимально целое яйцо. Я сделала вот такие вот выводы. То есть, нашла выход из положения. Вот если того, чего у меня нет, я делаю так. И почему не сыплю опилки и не выложу яйцо в опилках, воно тоже при транспортировке. Можут на почте, вот коробку зверху гек, або коробку сбоку об коробку, там никто не дивится, что это яйцо. Мы нарушаем, вот отправки инкуб яйцо, мы нарушаем устав почты. Вона не должна это брать. И страховку на бой почта вам никакого не даст. Единственное, можно предъявить только продавцу, если пришла вам быта посылка, предъявлять, можете продавцу, если там была вот такая отправка тяп-ляп. Вот яйцо выложено, опилками засыпано и все. И еще один из вариантов, если нема пенопласта, берутся вот такие вот коробки, их тоже сложивают там за двое и делают на низ, потом средний ряд из таких плотных коробок и потом верхний ряд. Но коробки, они не из дешевых, и дешевле купить лист пенопласта, и лист, и пенопласт, он все равно, он имеет свою такую мягкость, я думаю, и если важут, ну хотя сейчас мои коробки высчитывают по объему, но почта работает всегда в такой схеме, если коробка даже по объему 5 кг, а она весит 8 кг, они берут как за 8 кг. Так что коробка хотя бы должна не перевищивать вагу, вес не превышать, то, який заявленный на объеме. А пенопласт, по-любому, будет легче, чем поставить, например, 6 плотных коробок. Так, и сейчас опять ложим сюда в лотках яйцо. У меня нема найомного труда, у меня нема людей, які работают, які отбирают це яйцо, які упаковывают, и нема у меня найомных работающих, які це отправляют. Все делаю лично я. Если есть какие-то нюансы, про всякие, вот, десь какие-то ошибки, значит, это допустила я. И предъявить вы можете только мне. Не то, что там догадками догадываться, что возможно это какой-то рабочий там упаковывал, возможно, там рабочие люди, они виноваты. Вот, то есть, на чью карточку поступили деньги по оплате, значит, немае значения рабочий, не рабочий, вы должны, значит, отшприховать своего рабочего, чтобы он выполнял работу так, как бы вы выполнили вы. Вот, и хочу сказать, что в своем хозяйстве работаю, вот именно по упаковкам, по отправкам, по сбору яйца, якое яйцо сюда в лоток вошло, вот, до конечного получателя отвечаю я. Ну, и понятно, если есть такие нюансы, что там на почте видно, что был какой-то там удар боковый, и это погнуло коробку, то, соответственно, уже отправитель, он тут ни при чем. Есть такая ошибка почты, но на почте не вернуть страховку, не оплатить вам, так как, я хочу повториться, почта не несе ответственность за такий вот хрупкий товар и вообще продукты питания, так как мы нарушаем их устав, их правила. Мы делаем эту отправку нелегально, то есть почте предъявить, даже хоть там и гупнули, вот именно по инкуб яйцу мы предъявить не можем. Ну, и также нашему покупателю оставляем реквизиты, дабы напомнить про себе, если заказ будете делать в следующий раз, и огромная благодарность моим заказчикам, которые работают со мной не один год и есть доверие до моего хозяйства, вот именно как я веду работу своей птице, веду работу как племяну, но мы с нашего хозяйства также продаем как пищевое яйцо, но в ограниченном количестве, больше направление с нашего хозяйства иде как инкуб яйцо, и так же уплотняем не через силу набиваем, должна быть легкая-легкая амортизация, короб полный и уплотняем стягивая скотчем, стягиваем так, потом же иде еще один замок и еще один замок вот так упаковываем инкуб яйцо, которое будет отправляться транспортной компанией новая почта по Украине из обязательно должны быть маркировки стаканчика и стрелочек чтобы указать что тут хрупкий товар наш коробка на 10 килограмм отправляется в Маріуполь а наш маркер замерз и не хочет писать Маріуполь ця посылочка у нас уход де винница заработався наш маркер прийдеться его заменить або на синей або на черный спасибо вам дорогие мои заказчики что приобретаете у меня инкуб яйцо желаю вам дружного вывода перепелов с моего хозяйства и акцентирую что у нас сегодня март 2020 года мы работаем направлении 2 линьи у нас идут в работе на инкуб яйцо материнское стадо Украина батьківское стадо Німеччина и другая линьи у нас работает немецкий перепел есть видео про этого перепела который работает на инкуб яйцо вот именно сейчас сезон с февраля месяця я его не загружаю по причине того что будут великие заказы и люди будут обижаться и так очередь у нас даже занятый и май месяц но все таки я его загрузю пускай люди ознакомятся и будут знать яки материнское стадо работает на инкуб яйцо спасибо вам друзья эти посылки сейчас же мы везем на почту а сегодня у нас вторник я думаю день 2 и вы отримаете эти посылки пишите свои отзывы в вайбере можете мне скинуть фото можете скинуть голосовое можете отписаться спасибо кто меня в вайбере большинство я работаю в вайбере или на телефон так дуже быстро и оперативно позвонили ответили сказали приняли заказ и так далее спасибо вам друзья и вам бажаю дружных виводов перепелов хорошеньких крепеньких и одно что я говорю и говорю постоянно бережите птицу потому что возможно ту линью яку вы в меня взяли у меня в хозяйстве уже не будет и я приобрету другую линью а цей линью у меня в хозяйстве не будет она может у вас работать как и до 2 лет ну все в телефонном режиме мы даем консультацию даем информацию так далее и тому подобное мой номер телефона 067 347 68 32 и до цього номера подключен вайбер с любовью к вам ваша хитрук елена пока пока дорогие мои субтитры субтитры Продолжение следует...